Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы, как обычно, посмотрим на ситуацию на валютном, товарном, фондовом, криптовалютном рынке. Я дам свои прогнозы, дам рекомендации, наводки на сделки. Единственное, помните, что все, что здесь рассказываю, это мое личное субъективное мнение и, конечно же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения вы принимаете самостоятельно, но мой прогноз вам в этом, я уверен, должен помочь. За это уже можно авансом поставить лайк, если вдруг видеопрогноз не зайдет, не понравится. Лайк всегда можно убрать и даже поставить дизлайк. Ну а мы с вами начинаем. И начать я хочу с того, что напомнить вам хочу о том, что у нас 30 октября уже совсем скоро стартует легендарный, я не побоюсь этого слова, марафон для новичков на финансовых рынках. Это быстрый старт, причем он будет проводиться в формате быстрый старт 2.0 в совершенно новом формате с дополнительным четвертым днем с реальной торговлей и разбором вопросов. Собственно, стартуем мы 30 октября, еще раз напомню. И на этом марафоне мы разбираем все важные, важнейшие, я бы даже сказал, базовые вещи, которые нужны каждому трейдеру и инвестору. Это как выбрать брокера, как выбрать рынок, как не наделать ошибок в начале пути, как правильно стартовать. Я там даю несколько реальных работающих торговых стратегий, которые вы можете просто брать, применять и при помощи них зарабатывать чуть ли не с первого дня. Ну и еще раз скажу, что будет еще для VIP-тарифа дополнительный четвертый день с разбором ответов на вопросы и реальной торговли. Так что все ссылки на быстрый старт в описании к этому видео, кликайте по ним, регистрируйтесь и собственно 30 числа всех жду в онлайне. Ну а мы начинаем с разбора новостей, наш видеопрогноз. Давайте посмотрим, какие новости нас ожидают на этой неделе. Собственно, во вторник лишь только стартуют важные новости. Это базовый индекс розничных продаж в Соединенных Штатах Америки. Показатель весьма важный, который показывает здоровье или нездоровье американской экономики. Здесь будут публикованы данные за сентябрь месяц. В среду мы ждем данные по ВВП в Китае, инфляцию в Великобритании, инфляцию в Европе. Ну и собственно все из действительно такого важного. И в четверг мы ожидаем данные по числу первичных заявок на получение по особи по безработице, индекс производственной активности Федерального резервного банка Филадельфии, Международного резерва Банка России, продажа на вторичном рынке жилья и выступление Паула. Ну собственно я не припомню, чтобы какая-то неделя у нас была настолько ненасыщена всякими разными событиями. Действительно новостей не очень много. Ну на что там посмотреть? На розничные продажи, на инфляцию Великобритании в Европе. Ну и зацепить чуть-чуть четверг еще выступление Паула. Но с другой стороны на финансовых рынках, а точнее на политических картах мира сейчас пылают другие пожары и совершенно к другому приковано внимание трейдеров и инвесторов. Поэтому, друзья мои, будьте пожалуйста на чеку, снижайте риски, потому что в общем-то волатильность даже конца прошлой недели явно дала понять, что даже без каких-то вроде бы как экономических новостей, давайте скажем так, финансовый рынок может немножечко потрясти волатильностью из-за того, что есть определенные конфликты на Ближнем Востоке. И вообще инвесторы такое ощущение, что на прошлой неделе прям перепугались от того, что не начнется ли третья мировая война. Ну, надеюсь, не начнется, но мы тем временем переходим к разбору картинки на рынках. И начнем мы по традиции с рынка валютного, это валютная пара евро к американскому доллару. Ну, во-первых, надо сказать, что прошедшую неделю пара завершила таким незначительным снижением котировок. Собственно, сегодня мы практически уже с утра отбили все потери прошедшей недели. Так что, в общем-то, сильно глобально, точнее, да, так скажем, картинка здесь, можно сказать, с нашего прошедшего видеопрогноза она и не поменялась. Что касается тренда, на недельном графике у нас по-прежнему здесь расширяющийся вот такой боковой диапазон. В целом, конечно, вот эту волну уже можно рассматривать как нисходящий тренд, но это мы делаем на графике D1. На дневном графике у нас нисходящая тенденция. Единственное, конечно, вот полеты прошедшей недели немножечко ставят это под сомнение, потому что, обратите внимание, что максимум прошлой недели, он был выше, чем максимум конца сентября. И это говорит о том, что, в общем-то, покупатели-то тоже имеют определенные амбиции и готовы толкать котировки единой европейской валюты вверх. Правда, что-то очень быстро они растеряли весь свой запал уже в четверг и, собственно, в пятницу их добили. Ну, в общем и целом, давайте пока придерживаться глобального нисходящего тренда на дневном графике. На 4-х часах мы также здесь наблюдаем нисходящую тенденцию. Что касается индикаторов, то скользящие средние на недельном графике снижаются, на графике дневном скользящие средние снижаются, на графике 4-х часом также скользящие средние снижаются. Это, кстати, одна из причин, почему я все-таки придерживаюсь того мнения, что все-таки на D1 нужно сейчас смотреть на нисходящий тренд, потому что и скользящие абсолютно на всех наших рабочих таймфреймах, собственно, показывают вот эту самую нисходящую тенденцию. По индикатору RSI на недельном таймфрейме и тройка, и тринадцатый располагаются в зоне перепробности, причем достаточно существенный. Это, конечно же, сигнал к тому, что можем мы откорректироваться наверх. Мы этой коррекцией, как вы помните, друзья, мы и ждем. По дневному графику у нас здесь тринадцатый RSI находится в зоне нейтральной, тройка в такой пограничной зоне между нейтральной и зоной перепроданности. И на графике четырехчасовом тринадцатый в нейтральной зоне, а вот тройка даже умудрилась угодить в зону перекупленности, но, я бы сказал, незначительную. Что касается рекомендаций. Ну, во-первых, в рамках недельного графика, напомню, я ничего тут не давал, никаких рекомендаций на прошлой неделе, в рамках графика D1 мы по-прежнему внимательно смотрим на уровень 38,2 и 50 по Fibonacci, вот этой последней волны снижения, можно просто выставить отложенные ордера и, собственно, дожидаться момента, когда евро, собственно, до вот этих вот Fibonacci уровней на D1 дотянется. Я бы здесь смотрел на отметку 38,2 и на отметку 50, в общем-то, можно от обоих уровней здесь смело, в общем и целом, работать. Рекомендации без изменений. Что касается четырехчасовой картинки, напомню, на прошлой неделе была рекомендация попробовать откупить в районе вот этих вот локальных минимумов. Те, кто здесь зашли в конце прошедшей недели, не побоялись, а на самом деле страшновато было здесь, честно говоря, заходить. Уже сейчас имеют прибыль, ну, давайте, так скажем, от своих минимумов котировки отскочили на 400 пунктов. Ну, на мой взгляд, вот от греха подальше я бы эти 400 пунктов бы закрыл, порадовался этой прибыли. И на этом бы идею с покупкой сейчас, наверное, бы зафиксировал, потому что, ну, какой-то прям уверенности в том, что евро сейчас пойдет дальше наверх, у меня, честно говоря, нет. И в целом, как бы, вход против тренда, да, пускай там неплохо зашли от хорошего локального минимума, вроде как все хорошо, но риски все-таки по этой сделке весьма-весьма высоки. Поэтому на 4-х часах, давайте так, никаких пока новых рекомендаций я здесь давать не буду. Здесь, конечно, можно было бы там чуть ли не в районе текущих продать, вот в районе вот этих вот локальных максимумов, на которых мы с вами были на прошлой, получается, неделе. Можно было бы здесь попробовать там зацепить продажу где-нибудь вот здесь в районе отметки 23,6 и 190 скользящих на 4-х часах. Но из вот этих всех идей я бы только, наверное, на вот эту посмотрел, и то очень-очень-очень осторожно, и опять же, тут только, есть смысл зайти только по той причине, что нам понятно, куда здесь стоит стоп за максимум, да, и понятно примерно потенциал, куда котировки могут свалиться. А свалиться они от отметки 23,6 могут, ну, примерно там на тысячу пунктов, и это уже будет приятно. Переходим к британскому фунту, британец на недельном графике. Вот здесь, кстати, вот гораздо больше картинка мне напоминает нисходящий тренд, я бы здесь не стал говорить там о каком-то расширяющемся боковом диапазоне, здесь мы действительно снижаемся. По дневному графику также мы снижаемся, единственное, с поправкой на то, что все-таки максимумы прошедшей недели оказались выше максимума вот этого последнего локального в сентябре. На графике 4-х часов также нисходящая тенденция, ну, собственно, картинки по британцу и по евро очень и очень сейчас похожи. По индикаторам скользящие на неделе падают, на дне падают, на графике 4-х часов, конечно же, тоже падают. RSI, недельный таймфрейм, 13-й у нас заходит в зону перепроданности, тройка уже лежит практически на нуле, значит, возможно, коррекция. По графику дневному здесь у нас 13-й пока еще в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности незначительная, значит, есть куда еще падать. И график 4-х часовой, здесь 13-й и тройка находятся в зоне нейтральной, то есть нет явных признаков ни кросса, ни к падению. Что касается рекомендаций, FIBA точно так же, как по евро, точно так же 38,2 и 50, от которых можно работать, выстрелим сюда, замечательные входы будут для открытия сделок на продажу 38,2 и 50. Здесь уже, как бы, что вам больше нравится. Значит, это что касается дневной картинки и что касается картинки недельной. Что касается 4-х часовой графика, такая же была рекомендация, как и по евро, попробуйте откупить вроде этих локальных минимумов. В итоге сейчас те же самые 400 пунктов, как и на евро, на пике было, конечно, побольше. Но вот от греха подальше, опять же, я бы закрылся либо сейчас с этой идеей, либо бы зафиксировался где-нибудь в районе вот этих вот максимумов, которые были под занавес прошедшей недели. То есть, ну, на пике тут можно забрать, ну, пунктов 800. То есть, если для вас принципиально разница там 400 или 800 пунктов, и вы понимаете, что готов потерпеть, подождать там, да, и так далее. Ну, почему бы, собственно, и нет, а почему бы не подержать? Здесь такой потенциал, в принципе, он сохраняется. Ну, и также, наверное, как и по единой европейской валюте, я бы посмотрел здесь на продажи, но все-таки чуть-чуть повыше и, опять же, с очень важнейшей оговоркой. Понятное дело, что продажи где-то вот здесь в районе отметки 23,6 и в районе 190 скользящей средней и локальных максимумов прошлой недели. Но тут суть не в этом. Суть, самое главное в том, что это абсолютно аналогичная сделка, сделки по единой европейской валюте. И если мы на прошлой неделе давали рекомендации там и там купить, то мы и там, и там увидели прибыль. Соответственно, мы и там, и там могли бы увидеть минус, если бы сделка, идея бы не зашла. То же самое здесь. Пожалуйста, обращаюсь ко всем трейдерам, особенно начинающим, кто пока еще только-только начинает свой путь, и в моих видеопрогнозах ищут прям какие-то наставления, что делать. Так вот, вам наставление, что не надо одновременно открывать позиции на продажу по евро и британскому фунту. Лучше выбрать какую-то одну из них и, собственно, с этим поработать. Кстати, это момент, который многие трейдеры упускают. Я очень часто вижу такую историю, что приходит трейдер, он говорит, я вроде открыл там 10 разных сделок. Ну, условно, 10 там, да, это может быть там 3, 5, 7 сделок, да, разных, на разных валютных парах. Где-то купил, говорит, где-то продал. Как такое, говорит, вообще возможно, чтобы везде абсолютно был минус? Ну, я вот обращаюсь к вам, друзья мои, подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с такой ситуацией, что вы открываете там сделки по большому количеству инструментов, вроде разной сделки и везде видите минус. Это частая проблема, с ней сталкиваются многие новички, а вся причина в чем? Очень часто, в подавляющем большинстве случаев причина в том, что новички не понимают такую довольно простую, казалось бы, вещь, как корреляция на финансовых рынках. И то, что мы говорим там, не надо торговать одновременно по евро и по фунту, то есть одновременно их продавать не надо. Это как в раз таки вопросу о корреляции, то есть простыми словами, если евро идет вниз, британский фунт тоже идет вниз, если евро идет вверх, то и британский фунт идет наверх. Почему? Потому что в валютных парах, вот про которые мы сейчас говорим, да, мы говорим там евро, а я подразумеваю евро-доллар, я надеюсь вы это понимаете. Я говорю про фунт, а подразумеваю фунт-доллар. В этих двух валютных парах есть ключевой инструмент, который их связывает, это американский доллар. То есть и по сути это ведь падает не евро и там падает не фунт или растет не евро, не фунт, растет или падает американский доллар, он тащит всех за собой. И вот эту базовую вещь важно понимать, если вы работаете именно на валютном рынке, что нужно обязательно смотреть на картинку с американским долларом. В рамках видеопрогноза я не показываю картинку по DXY, да, это по индексу доллара, но в целом, наверное, может быть ее и стоило бы добавить. Но по большому счету там будет повторение всего того, что мы рассматриваем на евро и на британском фунте. То есть корреляции нужно обязательно понимать, в принципе, это база, это основа, без которой никуда. А многим новичкам, да и опытным на самом деле трейдерам очень часто не хватает именно вот этой самой базы. А если вы хотите еще узнать о том, как заработать на вот этой корреляции, как ее использовать в торговле, то это уж, друзья мои, давайте я вам один бесплатный совет дал. Следующая рекомендация уже будет немножечко за маленькую денежку, но поверьте, это деньги, которые вы инвестируете в свои знания, в свое образование, и они однозначно точно у вас отобьются. Это нужно пойти и записаться на быстрый старт, который в описании к этому видео. Там про корреляции расскажу. Итак, возвращаемся к валютному рынку, посмотрим на картинку по валютной паре американский доллар к японской иене. Недельный график, мы продолжаем здесь с вами расти, тут даже у кого-то какие-то позиции открыты, давайте мы их уберем. Значит, недельный график, доллар иена, да, все про британский фунт, думаю, доллар иена здесь у нас растет. На графике дневном, собственно, ну, я бы уже не стал здесь говорить о восходящем тренде, все-таки несколько последних недель мы тут топчемся в каком-то диапазоне, зажимая доллар иену перед либо полетом наверх, либо перед полетом вниз. По графику четырех часов мы формально, конечно, восходящая тенденция. Индикаторы скользящие растут на неделе, на дне, на графике четырех часов также в целом скользящие средние указывают на рост котировок. RSI на недельном таймфрейме оба в зоне перекупленности, это говорит о том, что уже покупатели здесь держат очень сильную позицию и, значит, скоро могут начать распродавать. А если не будет дальнейшего роста, по дневному графику здесь у нас 13 и 3, да, практически, да, находится в такой пограничной зоне между нейтральной и зоной перепродности, тройка даже в зоне, скорее, нейтральной. И по графику четырех часов мы здесь оба индикатора в зоне нейтральной, то есть нет явных признаков ни к роста, ни к падению. Что касается рекомендаций, по недельному графику рекомендации на ваших глазах, это либо купить в районе вот этого локального максимума, который мы наблюдали с вами в середине лета, либо попробовать уже дождаться падения доллара и иены вот сюда. В рамках недельного графика глобально я бы смотрел именно на эти уровни, тут можно поставить отложенные ордера и вообще забыть про них на пару-тройку недель, потому что маловероятно, что эти сделки вообще откроются в ближайшую неделю-две, да, ну тут должны быть действительно какие-то потрясения на рынках. Но если вдруг будет резкий заброс, например, на том, что банки Японии в очередной раз там топнет ножкой, и будут очередные комментарии по поводу того, что японская иена слишком сильно упала, вот там вы сможете очень удачно подобрать доллар и иену на, собственно, изработать на том, что она там, упав на хорошие сильные уровни, может неплохо отстрелить. Это что касается недельной картинки, ну и не забываем, что прямо сейчас мы стоим как раз-таки в той самой области, в которой я бы с банком Японии как раз-таки не шутил, и вот эта зона в целом, она неплохо подходит для открытия сделок на продажу, либо, как минимум, фиксации прибыли по сделкам на покупку. По графику дневному, напомним, на прошлой неделе была рекомендация попробовать прикупить вот здесь вот, ну в целом, как бы мы пытались тут подходить, чуть-чуть не дотягивались, давайте пока оставим, но вообще вот эта история, она такая очень-очень уже опасная, почему? Потому что если будет падение, оно может быть сильно ниже вот этих вот уровней, да, тут я думаю, что можем продавить и ниже, то есть банк Японии, вот помните, да, вот эту свечу с большим хвостом, это же как раз было действие банка Японии, когда они там давали комментарии на тему того, что, в общем-то, мы готовы там что-то сделать, да, для того, чтобы укрепить японскую иену. То есть они такое ощущение, что щупают рынок, но явно они высаживают вот здесь вот покупателей, явно дают им понять, что, в общем-то, шутки плохи, и если будет следующий заброс, все-таки, скорее всего, он будет пониже. Но если аккуратненько мы придем куда-нибудь в район этих локальных минимумов, можно попробовать здесь, ну очень аккуратно прикупить, единственное, что смотрите, пожалуйста, на подтверждающие сигналы. По графику четырехчасового на прошлой неделе была рекомендация подбирать вот в этом диапазоне, те, кто заходили, большие молодцы, потому что тут можно было несколько раз зайти, ну и из середины диапазона на пике было 1300 пунктов прибыли, и это ли, друзья мои, неприятно. Вот эту историю я уже, честно говоря, сейчас бы просто убрал, и на четырех часах никаких бы пока рекомендаций не давал, а повторяться здесь смысла не вижу. По доллар-франку, недельный таймфрейм, у нас здесь расширяющийся боковой диапазон, обратите внимание, довольно широкий, мощный. По графику дневному хотел я сказать о восходящем тренде, но нет восходящего тренда, здесь нету, и, кстати, надо все-таки нам перестроить здесь линию Fibonacci, потому что, ну вот, мы этого не сделали на прошлой неделе, я помню, а ведь зря, потому что ровненько от 38 уровня мы здесь откорректировались. Ну, собственно, те, кто зашли, молодцы, те, кто там перестроил, молодцы, в общем-то, да, потому что 38, 23, все отработано, 800 пунктов там было, это точно, собственно, на этом идею с покупкой с 38, наверное, стоило бы уже закрыть, а вот от полтинника еще можно поработать, если мы туда приземлимся. Что касается тренда здесь, то я бы уже не стал говорить о восходящем тренде, здесь уже потихонечку мы начинаем разворачиваться. По графику четырехчасовому, при этом, обратите внимание, у нас здесь сужающийся диапазон. Что касается рекомендаций, к которым мы сейчас перейдем, сразу, пусть только посмотрим на индикаторы. Индикаторы скользящие на неделе. 190 падает, 21 растет, по дневному графику здесь, на особе, скользящие средние падают, по графику четырехчасовому, ну, здесь скользящие средние, скорее, так, вбок идут, в общем-то, без какого-то конкретного направления. По RSI, недельный таймфрейм, все в нейтральной зоне, перекупленность, обратите внимание, о которой мы ранее с вами говорили, она снята, то есть, в принципе, доллар-франк готов для продолжения роста, а продолжать рост тут прям реально есть куда, вот он вам, большой-большой диапазон, которым мы держимся последние, там, практически, уже 15 лет. По дневному графику, треннадцатый в зоне нейтральной тройка в небольшой перепроданности, ну, как раз в перепроданности хорошей мы были, когда на 38,2 приземлялись, и по графику четырехчасов, но также оба индикатора в нейтральной зоне нет явных признаков, ни к росту, ни к падению. Что касается рекомендаций, в рамках недельного графика, ну, во-первых, вот эта вот история, да, с этими максимумами, мы ее уже, в общем-то и целом, наверное, отработали, ее стоило бы уже и удалить отсюда, она нам не сильно интересна. По графику дневному, 38 отработали, ну, вот, на мою глупость не стали мы перестраивать с вами Фибу, а надо было это сделать, ну, возможно, еще туда прилетим, да, но 38, наверное, уже не стоит особо заходить, если только прям действительно будут какие-то подтверждающие сигналы, я бы уже поувереннее заходил где-то в районе полтинника. И по графику четырехчасовому, здесь вот была рекомендация продавать в районе вот этого локального максимума, до него не дотянулись, его бы я сейчас убрал, и обратите внимание, что по доллару-франку есть некоторая неуверенность между покупателями и продавцами, да, и у тех, у тех есть неуверенность, то есть продавцы вроде как не обновили минимум, да, судя по всему, да, вот обратите внимание, минимум прошлой недели, конца прошлой недели, он все-таки, нет, врук, друзья мои, это минимум сегодняшнего дня, откуда мы стартовали торговлю, это отметка 89,855, а минимум прошлой недели это 89,858, так, подождите, low, 855, low, 858, ага, нет, все-таки, да, друзья мои, смотрите-ка, очень, вот почему я так пристально смотрю на вот эти локальные минимумы, максимумы, потому что иногда визуально кажется, как будто минимум выше, а когда начинаешь смотреть на конкретные цифры, да, и даже перепроверяешься, да, как так вроде визуально-то не видно, а оказывается, что вот этот минимум ниже, друзья мои, вот этот минимум сегодняшний ниже, о чем это говорит, это говорит о том, все-таки, давайте так, еще раз возвращаемся к тренду, тренд на 4-х часов графике здесь нисходящий, эта вся история говорит о том, что доллар-франк готов к дальнейшему падению, будьте, пожалуйста, внимательны, доллар-франк реально готов к дальнейшему падению, и здесь есть один немаловажный момент, вот так вот давайте мы еще сделаем, один немаловажный момент, на прошлой неделе здесь еще вот такая вот фиг была, да, как-то мы ее обошли стороной, а она реально была на прошлой неделе, здесь 38-го можно было продать, так вот, смотрите, что касается текущих рекомендаций, подневки, полтинник, безусловно, а вот по графику 4-х часовому, то же самое, только 38 мы уже здесь отработали, то же самое, можно зайти попробовать с отметки 50 по Fibonacci, то есть я не исключаю того шанса, что мы на этой неделе попробуем куда-нибудь вот сюда вот выстрелить, в районе вот этих вот локальных максимумов, может быть даже, соответственно, тут будет недобой, остановимся где-то пораньше, вот в этом районе, и я бы вот в этом районе открывал бы сделки на продажу, потому что готовность к дальнейшему падению по валютной паре доллар-франк, она действительно есть, то есть здесь можно Fibonacci по D1 50 убрать, либо, соответственно, ну в районе Fibonacci 38-50 на H4, можно тоже, собственно, использовать возможность для открытия позиции на продажу, потому что готовность еще раз к снижению имеется. Переходим к австралийцу, ничего тут особо не меняется, на прошлой неделе австралиец упал, но не обновил, кстати, минимум, вот тоже, кстати, да, не обновил ли он минимум, а давайте-ка посмотрим, минимум, который у нас был вот здесь, это отметка 62.844, минимум конца прошлой недели 62.851, вот тут очень важно, да, не обновили, действительно, визуально видно, и по минимумам тоже это видно, не обновили ничего, так что все нормально. Недельный тренд по-прежнему нисходящий, по дневному графику по-прежнему в нисходящем тренде, по графику четырехчасовому по-прежнему в нисходящем тренде, надо искать точки входа в рынок на продажу, по скользящим везде, разумеется, падаем, по RSI в зоне перепроданности на неделе, но несущественный, по дневному графику 13-й в нейтральной зоне тройка в небольшой перепроданности, график четырехчасовый, 13-й в нейтральной зоне тройка даже в небольшой перекупленности находится. Что касается рекомендаций, рекомендация глобально продавать австралиец на недельном графике остается без изменений, я все-таки верю, что еще есть шанс на корректировку. Скорректируемся, можем хорошо продать. По графику D1, здесь, наверное, есть смысл посмотреть на вот этот локальный максимум, ну, быть может, сюда вернемся, это отметочка 23,6, попробовать продать и отсюда тоже можно, а почему бы, собственно, и нет. Но в рамках графика четырехчасового, ну, то же самое я бы дал, только я бы диапазон тут еще расширил, вот таким вот образом, наверное. Ну, давайте эту историю оставим для дневного таймфрейма, в общем, когда попадем вот в эту область, смотрите на подтверждающие сигналы и заходите на продажу. Далее идем, с австралийцем разобрались, то есть тут у нас продажи и для D1, и для недельного графика, вообще однозначно, хороший диапазон и так далее. Смотрим канадские доллары, переходим к самому интересному и интригующему, конечно, друзья мои, это золото. Канадец, недельный график, восходящий тренд на дневном графике, ну, вот формально пока еще тоже восходящий тренд, а по графику четырехчасовому я бы сказал, что тоже в целом восходящий тренд. По скользящим, на неделе растем, на дне растем, на графике четырехчасовым растем. RSI, недельный график, 13-й в нейтральной зоне, тройка в небольшой перекупленности, по дневному графику оба индикатора в нейтральной зоне, и по графику четырехчасовому, 13-й в нейтральной зоне, тройка даже в зоне перепроданности, но незначительной. Что касается рекомендаций, не исключаю шанса, что все-таки сюда прилетим. Вот этот диапазон хорош для покупок, это недельный график, когда диапазон, соответственно, от 33, там, 700 примерно до 34-700. По дневному графику была рекомендация покупать в районе 38-50, те, кто зашли, большие, молодцы, от середины диапазона, тысячу пунктов мы свою честную здесь реально могли забрать. Те, кто забрали, молодцы, те, кто не забрали, ну, друзья, мы, извините, мы вас предупреждали. Что касается новых рекомендаций, тут по дневному графику пока бы никаких рекомендаций новых не давал, а вот по четырехчасовому графику, ну, очень аккуратно, быть может, мы попробуем приземлиться снова куда-нибудь вот сюда, вот в этом районе можно было бы попробовать зайти на покупку. Собственно, напомню, что здесь у нас также полтинник, опять же, да, вот есть этот обозначенный довольно неплохой уровень, можно здесь попробовать аккуратненько зайти, а вдруг? А вдруг приземлимся, вдруг будут подтверждающие сигналы и так далее. Ну, а теперь, собственно, золото. Самое интересное, самое интересное, конечно же, тут, что с золотом, попробую максимально быть объективным, не смотреть ни за шориным взглядом, не готовился, ну, как не готовился, смотрел, конечно, и в пятницу вечером смотрел, и в понедельник с утра смотрел, и очень, конечно, всех интересует, что будет с золотом. Глобально, недельный график у нас продолжается нисходящий тренд. После того, как мы отработали вот эту вот конвергенцию, напомню, вот она, дивергенция, прошу прощения, я очень долго про нее говорил, что ее рано или поздно отработают, ее отработали, мы ударились четенько прям в цели, которые нам нужны были, и отсюда просто фантастический отбой, те, кто здесь заходили, вот она, стрелочка-то, вот он диапазончик, сколько я вам про него говорил, друзья мои. Ну, вот сколько, и вот давайте так, вот покусайте, пожалуйста, локти все те, кто не воспользовались моей этой рекомендацией, потому что сколько вот уже, я не знаю, месяцев я трендел про то, что вот у нас дивер, вот мы должны его отработать, ищите точки входа в рынок на продажу, а потом вот здесь откупайте там, да, вот эту хорошую область для покупки и так далее. Те, кто просто следовали вот этому глобальному плану, недельному, не суетились, не пытались заработать на каждом движении, а просто искали продажи, четкая цель для фиксации прибыли и для того, чтобы перевернуться. У тех сейчас я просто вот представляю, что у них просто фантастический результат по торговле, поэтому, друзья, не пропускайте прогнозы, смотрите, смотрите вот эти глобальные сделки, не забывайте о том, что наши локальные какие-то тактические решения, да, где купить, где продать, они складываются в том числе из вот этих вот, вот этого глобального взгляда там на недельный график там, ну и так далее и тому подобное. Вот это очень действительно важно. Вот этот дивер я уже с чистой совестью убираю, он нам уже здесь не нужен, мы уже здесь все давно отработали, вот эту идею с покупкой я тоже закрываю, потому что с учетом того, что все-таки у нас с вами здесь нисходящий тренд, сейчас самое время зафиксировать прибыль по покупкам, честно говоря, потому что тенденция здесь у нас нисходящая, да. По дневному графику, по дневному графику все сложнее, ну как бы если формально смотреть максимум и минимум, мы как бы падаем, но вот это движение вверх, которое вынесло просто всех и вся, можно уже рассмотреть как восходящий тренд, причем обратите внимание, еще и гэп незакрытый есть, а значит мы можем пойти его перекрывать. По графику четырех часов, я, честно говоря, вот если отбросить сейчас в сторону все эмоции, я думаю, что этот гэп мы все-таки сокроем, то есть золото все-таки пойдет перекрывать этот гэп, а значит нас после вот этого полета наверх еще и ждет полет вниз. Вопрос, откуда, откуда мы пойдем этот гэп закрывать, это уже немножечко другой вопрос. По четырехчасовому графику однозначная восходящая тенденция, прям без вариантов. Что касается скользящих, на неделе 190 растет, 21 разворачивается наверх, по дневному графику 190 растет, 21 растет, по графику четырехчасовому скользящие средние растут. Вот смотрите, как быстро развернулись скользящие средние, указывают нам теперь уже на восходящий тренд. И это риск для продаж, конечно. По RSI, недельный график, оба индикатора в нейтральной зоне, в целом готовность глобальной есть как к росту, так и к падению. И есть куда и расти, и есть куда падать. И есть причины, почему золото может вырасти, с фундаментальной точки зрения. И ровно так же есть причины для того, чтобы золото упасть, с фундаментальной точки зрения. График дневной. 13-й пока еще в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. Присутствует рогатка. Это говорит о том, что, в общем-то, ну неплохо бы было нам перекупленность немножечко здесь снять. Но с другой стороны, сегодня мы уже ее фактически сняли. 13-й РСА и в моменте находится в зоне перекупленности незначительной. Тройка в зоне нейтральной. Я не скажу, что здесь прям уже все сняли, всю перекупленность, которая была накоплена на прошлой неделе. Нет. Но в целом, как бы пока-пока давят продавцы. Они чуть пока сильнее. И, соответственно, в рамках 4-х часов графика шанс на дальнейшую корректировку здесь все-таки сохраняется. На прошлой неделе, напомню, вот тут была рекомендация продавать. Это 38-50 по Фиби. Классическая история. 38. Чуть-чуть отскок был. От полтинника отбивались. То есть, ну, я не скажу, что прям залетели идеи эти. Нет, но здесь остановки были и это приятно. Поэтому эту историю мы с вами закрываем. Те, кто здесь продавали, надеюсь, успели выйти. Надеюсь, что не попали на вот этот полет наверх. Ну и, собственно, вот он гэп, про который мы говорили еще на прошлой неделе, что вот могут, могут сюда прийти. Поэтому давайте этот гэпик-то продолжим. Мы можем сюда прийти. Единственное, я бы теперь этот гэп чуть пошире сделал. Вот так вот я бы его обозначил. Вот сюда золото может реально прийти. И еще очень важный момент. Здесь же, давайте сразу нарисуем чудесные линии Фибоначчи. Собственно, после хорошего роста неплохо бы и хорошо скорректироваться. По идее, скорректироваться нам бы куда-нибудь в район 38,2 либо в район отметки 50. Вот здесь бы я искал бы точки входа в рынок на покупку и фиксировал бы прибыль по продажам, если они у вас, соответственно, есть. Ну и вот, хочется еще взглянуть на более маленькие таймфреймы. Это сейчас немножко бессмысленно, но в моменте, обратите внимание, в моменте на часе как будто чуть сильнее становятся покупатели и оба индикатора уже вернулись в нейтральную зону. Точнее, тройка вернулась резко в нейтральную зону. Это говорит о том, что, в общем-то, ну хотят как будто бы и подрасти. Хотя, если посмотреть на еще более мелкие таймфреймы, да нет, уже и перекупленность какая-то есть. Все-таки, после взлета надо скорректироваться. Поэтому, друзья, мы стискиваем зубки, набираемся терпения, на мой взгляд, и ждем все-таки корректировки золота. Не надо делать никаких поспешных решений. Вообще, в целом, вот давайте так, у кого вообще, кому фиолетово, что там с золотом происходит, вот этот вот диапазон, фактически, где мы стояли еще там в пятницу вечером, да, вот здесь вот так вот, я бы, наверное, его обозначил. Можно шире взять, вот так, да, вплоть до текущих цен. Это вообще в целом диапазон для продаж. Вот в целом, это диапазон, конечно, для продаж. Единственное, нужно, конечно, смотреть здесь на подтверждающий сигнал. Поэтому, вот тут обозначим, как зону для продаж, тут покупаем, тут покупаем. Как-то так. Цели, соответственно, по продажам, это либо перекрыть полтинник по FIBA от вот этого роста, либо уж тогда, ну, для совсем терпеливых, это перекрыть гэп. Надеюсь, расстановка, понятно, постарался прям вот максимально разобрать, вот прям от и до. И для покупателей, и для продавцов, и для тех, кто с покупками, и для тех, кто с продажами, и глобально, и узко. Надеюсь, вот, ну, я заслужил за это лайк. Если вы хотите научиться точно так же анализировать рынок, вот на быстром старте, кстати, вы так не научитесь анализировать рынок, а вот на мастер-группе можете, потому что быстрый старт это такая база, да, вот прям вот база, на что вот все остальное нужно ставить. А если вы хотите уже прям прокачаться конкретно в трейдинге, все там, если говорите там типа, Глеб, что там быстрый старт, мы уже на опыте. Вот кто на опыте, 6 ноября для вас будет мастер-группа, вот туда прям залетаете, даже не думая, кто на опыте, но кто хочет прям научиться анализировать рынок, искать точки входа и принимать решения. Посмотрим нефтяные цены, кстати, на мастер-группу ссылочка тоже в описании. Смотрим недельный тренд по нефти марки Brent, вообще прошлой неделе была позитивной для нефти, глобально восходящий тренд, как раз мы приземлились в то область, где надо было покупать, купили, все хорошо. По дневному графику восходящий тренд так же, по графику четырехчасовому восходящий тренд так же, по скользящим. На неделе растем, на дне растем, на графике четырехчасов растем. RSI, недельный график в нейтральной зоне, дневной график тренадцатой в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, по четырехчасовому графику Оба индикатора в зоне перекупленности, но потихонечку пытаются как будто вернуться в зону нейтральную. Напомню, на прошлой неделе была рекомендация, да, еще даже не на прошлой, а на позапрошлой, по-моему, вот в этой области покупать. Кто купил, молодцы, потому что отстрелили отсюда, и этой линии есть хорошо. Прямо сейчас находимся в зоне для продаж, поэтому в целом, ну, как минимум фиксации прибыли, да, давайте так скажем по покупкам, поэтому в целом я вообще не вижу смысла здесь что-то особо добавлять, прибавлять, там, да, и так далее. Ну, разве что только добавить еще идею с покупкой вот здесь вот, вот здесь вот покупкой. Если вдруг вернемся, почему бы здесь не прикупить, вот хороший локальный минимум по 4-часовому графику, хороший локальный минимум по дневному графику, кому как больше нравится, это район примерно 85-86 долларов за бочку. И смотрим американский фондовый рынок, недельный график, мы пока корректируемся вниз, падаем, нисходящий тренд. По графику дневному я бы здесь не стал говорить о каком-то тренде конкретном, сказал бы, что здесь расширяющийся боковой диапазон, на мой взгляд. На графике 4-часовом мы падаем все-таки, по скользящим на неделе, 190 растет, 21 снижается, по дневному графику 190 растет, 21 растет, по графику 4-часовому скользящий средний падают. RSI, недельный график в нейтральной зоне, дневной график в нейтральной зоне, график 4-часового в нейтральной зоне, значит, есть шансы как вырасти, так и упасть. Кто покупал вот в этом диапазоне, огромном, широком, большом, большие молодцы, потому что, ну, хорошая область, тут можно было действительно купить. Ну и вот эта область для продаж была на прошлой неделе тоже хороша, кто здесь заходил, тут и дивергенция была, прям все было шикарно, чудесненько заработали. Ну и, собственно, 30, 50, точнее, прощу прощения, да, и 61,8 по FIBA тоже нам эту идею подтверждали. Что касается рекомендаций новых, неделя, пока, пока покупки актуальны, пока, ну, такие покупки, скажем так, покупки вот до сюда, вот здесь уже sell, да, это вот последний локальный максимум, примерно, я бы сказал, повыше чуть подтянем, я бы заходил от 4490 до 4550 примерно, вот здесь бы я искал бы продажи, где продавать американский фондовый рынок. По графику дневному, с учетом непонятного достаточно тренда, вообще бы ничего не рекомендовал, но по графику четырехчасового мы уже отработали идею с продажами и новые продажи, ну, возможно, будет снова полет вот сюда, вот если будет, да, вот можно попробовать, тоже попробовать продать. Другого пока ничего вам не предложу. Ну и переходим к биткоину, биткоин, недельный график, ну, такой формально восходящий тренд, велотекущий очень боковой, скорее, да, вот этот боковичок, которым мы топчемся уже практически весь год. По графику дневному восходящий тренд, по графику четырехчасового восходящий тренд, скользящий на неделе, ну, пытаются как будто бы расти, по дневному графику тоже как будто бы пытаются расти, и на четырех часах вот единственный таймфрейм, где действительно тут скользящая 21-я прям устремляется наверх, пересекая 190-ю, прям вообще шикарно. По RSI недельный график все в нейтральной зоне, по дневному графику 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, график четырехчасовой, оба индикатора в зоне перекупленности, что говорит о том, что неплохо бы уже и зафиксировать те покупки, которые есть. Что касается рекомендаций. Глобально, ну помните, да, я уже много тысяч раз говорил про 25, диапазон точнее, от 20 до 25 глобально, бай и прям на год-два можно держать. По дневному графику была рекомендация покупать вот в этой области, кто здесь покупал, тоже молодцы, это те же самые 25. Эту историю мы уже в целом, наверное, давайте с вами уберем. По дневному графику сейчас вообще бы я никаких рекомендаций не давал, посмотрел бы, как будут торговаться котировки битка на этой неделе. Ну и по графику четырехчасового был треугольник, вышли из него вниз, не добили до конца, но тем не менее история была хорошая, кто заходил, большие молодцы. Надеюсь, стопы без убыток вы умеете ставить, да, иначе вас, наверное, вынесло бы по стопам не тем, которые бы вы хотели. Ну и сейчас такое ощущение, что хочет биток скорректироваться, возможно, он скорректируется вот в эту вот область. Это область от 26,5 до 27 тысяч долларов за единицу. Вообще удобно, биткоин, вот у него он ходит так по 500 баксов, да, по 500 баксов, по 1000 баксов, любит круглые значения. Вот сейчас прям, да, упирается там, уперся, точнее, в 28 оттуда отбивается. Шикарно, то есть, ну вот 26,527 вернемся, можно попробовать и прикупить локально вот так вот на этой неделе, так спекулятивненько. На этом, в принципе, друзья мои, это все по рублю, отдельно писать ничего не буду, потому что по рублю, по юаню, по доллару, по российскому фондовому рынку. На прошлой неделе вышло отдельное видео, если вы его не видели, посмотрите. Также рекомендую посмотреть воскресный новостной выпуск, там мы много, мы сегодня говорили про техническую картинку, а вот там в воскресенье я говорил про фундаментальную картинку, про вот эту войну на Ближнем Востоке, ну и так далее. Как она может повлиять на рынке, в частности. Ну и что, про это сказал, про это сказал. Всем прекрасной, замечательной недели, замечательных результатов прибыли в торговле. И, друзья мои, если вы хотите разобраться в рынках, быстрый старт, ссылка в описании. Для опытных, кто на опыте уже, да, мастер-группа, ссылка в описании. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, до встречи.